Вот такая форма. 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 Сегодня последняя тяжелая тренировка была. Ну, вообще-то идет еще. В рывке не хотел отвлекаться. Потому что кисть очень сильно болит. Я выпил обезболивающим. Через день и, главное, ноги свежие, спина тянет, все хорошо. Ну да, ощущается такая нагрузка, но что самое интересное, психологически, психологически очень хорошо. Свеженький такой, мне нравятся такие ощущения, особенно на соревнованиях, когда психологически ты готов на любой вес. Не так получается не сознательное такое, бессознательное такое ощущение. Ну, это хорошо. Ну, кстати, когда я Су-12 топнул на тренировке, вот тогда тоже было такое же ощущение. И я даже думал, что вот, оказавшись в этой ситуации сейчас в соревновательном зале при зрителях и при вот такой ответственности, как соревнования, 15 элементарно. Ну, что произошло, то произошло. Порвал я 75-77. В принципе, так и было запланировано. Что-то мне понравилось за эти три недели по новой методике, грубо говоря. Это то, что объем такой серьезный. Веса небольшие, но объем хороший. Мышцы такие загруженные, надутые. Вот особенно за счет тяг. Ягодичные прям болели. Вот рывковая тенелка предыдущая была такая интенсивная. В стойку все голень болела. То есть хорошо загрузился. Отлично. Ну, а сейчас нагрузил стойку плюс толчок. Немного. Девяносто, девяносто два, где-то так. Вообще, вот эти три недели, как я уже говорил на предыдущих тренировках, такое впечатление, как будто все направлено на развитие рывка. То ли три недели это так мало, что лучше толчок не грузить. Но прям пробивается там рывок, рывок, стойку, все тяги. Я прям ощущаю, прям нагрузка идет на рывок. Ну, посмотрим, как это сложится. Я, в принципе, не нашел более короткие, в своих планах, не нашел более короткую подготовку. Минимум три недели. То есть не было выбора. Если там взять предсоревновательную, любую другую, то, независимо от количества дней, то можно там подобрать и четыре, и пять, и шесть недель. Разные варианты. Как обычно, маленький вес в сет обязательно. С паузами. В моей ситуации с потерью, потому что хромает выталкивание. Еще почему на толчковых упражнениях маленькие веса, это потому что сначала были по одному-два упражнения рывковых, потом тяга. Естественно, ноги, спина, они уже загружены, и в толчке уже так бодренько не поднимешь, как если бы это было первым упражнением. И, смотря на предыдущие тренировки, действительно, я подходил к этим своим небольшим весам, там, 95 килограмм, 100 килограмм. Я действительно подходил на предель. То есть, если не обращать внимания на вес штанги, то я работал на предель. Вот еще чем хорошо. Психологически я просто отдыхал. Я работал чисто в силовом характере. Еще видел где-то у кого-то интервью, не интервью, а видео. Кто-то говорил, типа, не приветствую тяги, там, перед толчком. Ну, а что здесь такого? Это же просто идет загрузка ног и стены. Ты просто потом в следующем упражнении поднимаешь чуть меньше веса. Если нужно психологически, конечно, работать, тебе надо поднимать на предель, то, может быть, это и оправданно. А когда ты просто работаешь на силовые характеристики, на результат, то это уже не имеет такого значения. Наоборот, после классического рывка ты добиваешь тягой. Тяга это абсолютно такое же движение, как и рывки, только без опорного подседа и фиксации. А также ты тянешь, подрываешь. А тут ставишь на тягу плюс 10 килограмм, как минимум, и отрабатываешь уже на этом весе. Поэтому я считаю, что это вполне нормально. Нормально. 80. Стараюсь большую размножку. 90 на раз. Тренировочный рекорд 90 на 3. 97 на раз. Сейчас 92 я поставил. Здесь замочки еще. 2. 2. 2. 3. 4. 5. вот такая форма непонятная в принципе нормально ноги тянут спина тоже единственно подворотик виловатый но это скорее всего того что после кубка у меня кисть заболела и плечо старая проблема я каждый день на резинку закачивал в принципе результат возымел действие плечо перестало болеть я там автоматически просто добиваю чтобы обратно не началось мы видим на подвороте вот сказывается за неделю сейчас прекращу и за недельку я думаю нормально сейчас надо подвернуться нормально когда акцентируешь внимание в ногах пока ничего не менял по-прежнему два подхода на станках по одному упражнению так И пока одной ногой. Но нога болит уже меньше, кстати. Прям заметное улучшение. И второй. Кстати, в следующем видео, кто-то смотрел до конца это, у меня есть маленькая информация. Ну, она, конечно, немножко негативная. Но так, для общего развития. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok